Александр Никитин – человек с многогранной судьбой, который пережил взлеты и падения как в карьере, так и в личной жизни. Что скрывается за его успешными ролями и мужественным образом на экране? Почему его личная жизнь долгое время оставалась тайной? Как Александр справлялся с трудностями и что его ждет в будущем? В этом видео мы раскроем самые интересные факты о жизни актера, о которых вы, возможно, не знали. Оставайтесь с нами до конца, чтобы узнать все. Детство, юность и начало карьеры. Александр Никитин родился в небольшом латвийском городе Даугавпилс 30 ноября 1971 года. Его отец был военным, и дисциплина, строгость и порядки дома играли ключевую роль в воспитании мальчика. Частые переезды семьи из-за работы отца сделали его с детства мобильным и гибким, что помогло ему в будущем справляться с изменениями в жизни и карьере. Интересно, что, несмотря на творческую натуру, юный Александр долго не мог определиться, кем хочет стать. С одной стороны, его привлекала карьера военного, с другой – журналистика. Однако после школы его судьба круто изменилась. Никитин решил поступить в Харьковский институт искусств. Это было судьбоносное решение, которое определило его дальнейшую жизнь. Хотите быть в курсе всех актуальных новостей? Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка в описании. На сцене Харьковского театра имени Пушкина Александр быстро выделился среди студентов. Его талант, харизма и усердие не остались незамеченными, и вскоре он стал одной из ключевых звезд театра. В то время Никитин уже понимал, что актерство – его призвание. Прорыв в кино – начало звездной карьеры. Первый большой прорыв в карьере актера случился, когда он получил главную роль в украинской киноленте «Овод». Этот фильм стал культовым для многих зрителей, а Никитин – любимцем публики. Его экранный образ был настолько убедительным, что его стали приглашать и в другие крупные проекты. Успех «Овода» принес Никитину популярность не только в Украине, но и в России. Вскоре режиссеры из России начали предлагать ему роли, и к середине 2000-х Александр уже прочно утвердился как один из самых востребованных актеров. В 2006 году его популярность достигла нового уровня. Он снялся сразу в шести проектах, что стало его личным рекордом по количеству фильмов в одном году. Но настоящей визитной карточкой актера стала роль в фильме «Дьявол из Орли». Здесь он показал себя не только как талантливый драматический актер, но и как мастер экранных образов, способных держать зрителя в напряжении. Именно на съемочной площадке этого фильма Никитин познакомился с актрисой Надеждой Бахтиной, что впоследствии привело к судьбоносному роману. Личная жизнь, первый брак и рождение сына. Как бы сильно Александр не пытался сохранить свою личную жизнь за кулисами, она всегда привлекала внимание прессы и поклонников. Его первый брак не был публичным, но именно в этом союзе у него родился сын Илья. Александр всегда был скрытным в вопросах семьи и редко делился подробностями о сыне. Сегодня Илья уже взрослый, ему 24 года, однако он предпочитает вести непубличную жизнь. Молодой человек редко появляется на светских мероприятиях и старается держаться подальше от внимания прессы. Несмотря на то, что у него есть все возможности пойти по стопам знаменитого отца и сделать карьеру в киноиндустрии, Илья выбрал другой путь. Он живет своей жизнью, не стремясь к славе. Второй брак – любовь на экране и в жизни. После развода с первой женой Александр долго не оставался один. Он встретил свою новую избранницу, актрису Надежду Бахтину, с которой вместе снимался в фильме «Дьявол из Орли». Их романтические отношения на экране вскоре перешли и в реальную жизнь. Пара выглядела счастливой и гармоничной, и вскоре они узаконили свои отношения. Но несмотря на внешне успешный брак, отношения Никитиной и Бахтиной не продлились долго. Их союз продлился всего пять лет, после чего в 2012 году пара неожиданно подала на развод. Пресса долго гадала о причинах расставания, и одна из популярных версий гласила, что на их отношения могла повлиять новая симпатия актера к Екатерине Трише, с которой он выступал в танцевальном шоу «Танцую для тебя». Хотя оба артиста никогда не подтверждали эти слухи, общество продолжало обсуждать возможные причины разрыва. Следите за последними новостями и уникальными материалами. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка в описании. Третий брак, новая любовь и свежие перемены. После развода с Бахтиной, Александр недолго оставался одиноким. Его новой избранницей стала Ирина Пономаренко, молодая талантливая актриса, которая также, как и Александр, связана с миром кино. Ирина – дочь известного оперного певца Ивана Пономаренко, что добавляет романтики в эту историю. Ирина Пономаренко только начинает свой путь в киноиндустрии, но уже успела дебютировать в фильме «Король Данила». Их отношения с Александром развиваются стремительно, и кажется, что Никитин нашел свою настоящую любовь. Они много путешествуют вместе, открывают для себя новые страны и наслаждаются жизнью. Что особенно интересно, Ирина разделяет увлечения Александра экстремальными видами спорта. Вместе они занимаются дайвингом, прыгают с парашютом и совершают горные восхождения. Именно в этих совместных увлечениях Никитин и Пономаренко находят свою гармонию и счастье. Творческая жизнь и увлечение. Несмотря на насыщенную личную жизнь, Александр Никитин продолжает активно работать в кино и театре. Он выбирает сложные роли, в которых может продемонстрировать всю свою глубину как актера. Последние проекты с его участием не оставляют зрителей равнодушными. Не пропустите наши новые видео. Подпишитесь на канал и будьте в курсе всех новостей о ваших любимых актерах. Помимо работы, у актера много хобби. Он давно увлекается музыкой и часто выступает на благотворительных концертах. Также Никитин активно занимается спортом. Экстремальные виды спорта стали его настоящей страстью. Он прыгает с парашютом, занимается горными лыжами и любит погружаться в море с аквалангом. Но несмотря на все увлечения, Александр остается преданным кино. Он по-прежнему активен в киноиндустрии и продолжает радовать зрителей новыми ролями. Получайте самые свежие новости и интересные обновления первыми. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка в описании. Что ждет Александра Никитина в будущем? Сегодня Александру Никитину 52 года, но он полон энергии и планов на будущее. Зрители с нетерпением ждут его новых ролей и есть все основания полагать, что впереди у него еще много творческих проектов. Счастливая личная жизнь, карьера и увлечение. Помогают ему оставаться активным и востребованным. Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше о будущих проектах Александра и быть в курсе всех его новостей. Александр Никитин – это больше, чем просто актер. Это человек с интересной судьбой, который каждый день открывает новые горизонты в карьере и личной жизни. Если вы хотите узнавать больше о его успехах и планах, не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео. А также, включите уведомления, чтобы всегда быть в курсе последних новостей о ваших любимых звездах.